дорогие друзья добрый день я рад приветствовать вас на еженедельном вебинаре который у нас есть и хотел бы поделиться новостями сегодня у нас будет два таких основных блока слышно хорошо спасибо благодарю два основных блока первое это мы расскажем о ну а работе офиса о том как будет построена работа в условиях того что мы сейчас чуть-чуть входим в более сложную зону карантина она называется оранжевая мы об этом тоже поговорим и второй блок будет про новости которые нас ожидают ближайшее время которых кто-то из вас уже слышал кто-то может быть нет это изменение в политике компании в маркетинг плане которые будут направлены на на мотивацию и вы посмотрите сколько говорилось лидером они очень приподнято настроение ожидают этих нововведений так сегодня очень важные новости итак открытие киевского офиса на самом деле мы уже работаем наверное недели две с половиной плавно так кто-то уже приходит постоянно пользуется магазином у нас есть отпуск продукции через магазин у нас работает офис сотрудники находятся большей частью еще удаленном режиме но постепенно у нас будет представитель каждого отдела который будет находиться в офисе вот совсем недавно в среду у нас прошу прощения в пятницу у нас состоялось открытие вот нашего офиса и открытие произошло конечно же мы постарались соблюдение всех карантинных норм и она состоялась то есть мы пригласили буквально несколько человек лидеров перерезали ленточку символически есть у нас там образцы этой ленточки потому что ну это важно когда открывается офис когда из лидеров ну вот такое мероприятие есть таким образом у нас есть адрес мы находимся на улице межигарская 7-16 режим работы понедельник-пятница с 10 до 19 субботу мы работаем с 11 до 15 и важно очень учитывать что киев находится в оранжевой зоне карантина скажу так что это очень и очень серьезно приведу пример на себе на сегодняшний день я нахожусь на карантине я думаю что завтра я буду сдавать тест дело в том что мой ребенок пришел со школы где были случаи заражения в классе был случай заражения вирусом к вида учительница заболела короче мы сделали тест сразу же и у артема сейчас как бы коронавирус чувствую себя замечательно хорошо но это угроза есть для нас для вас поэтому на сегодняшний день я не выхожу никуда мы с женой находимся в городе у себя в доме за городом и мы в общем не планируем появиться в офисе до тех пор пока не будет либо либо отрицательный тест либо либо мы пройдем карантин без каких-то видимых там изменений то есть не температуры ничего пока мы более не менее нормально ну сложно сказать мы как бы ожидаем что будет все хорошо тем не менее жизни стоит на месте может все что угодно поэтому обязательно уделяйте внимание основным принципам безопасности и так на сегодняшний день мы посчитали нормы которые есть вот в результате оранжевая оранжевая ситуация да можно так назвать в городе киеве и посчитали нашу площадь посчитали наши нормы и вот на сегодняшний день действуют следующие правила то есть во первых находиться в офисе но можно только в маске которая надета согласно нормам безопасности смотрите если маска одета ниже носа это неприемлемо если маска найдет надета просто на подбородок как часто бывает это неприемлемо маска должна быть надета обязательно так чтобы она захватывала нос рот и закрывала полностью нижнюю часть лица количество посетителей в магазине должно соответствовать количеству ну продавцов это имеется ввиду что если работает два человека у нас работает коля и лариса то два человека могут одновременно зайти магазин они находятся достаточно далеко друг от друга там больше чем полтора метра а метра два два с половиной если не три они могут находиться и когда один человек выходит то другой человек два человека ожидают снаружи в вестибюле то тот который как бы ждет в это окошко он может зайти то есть они заходят по очереди то есть максимум два человека в магазине если один продавец то один снаружи могут быть два человека которые находятся ожидают и все остальные мы просто просим либо находиться на улице на свежем воздухе либо если позволяет нормы позволяет возможность находиться в соседнем зале или верхнем зале вы можете находиться но там есть тоже свои нормы ограничения итак количество посетителей на сегодня в нижнем зале допустимы 5 человек с обязательным условием соблюдения дистанции в полтора метра смотрите мы решили таким образом если когда пришел рано никого нет он зашел в маске он сел и никого рядом нет и он эту маску снял это допустимо но как только входит какой-то человек в этот зал то это человек который находится сейчас в этом зале должен обязательно маску одеть одеть маску и надетель по всем правилам и только так он может находиться в помещении офиса ну почему потому что медики говорят что вирус не летает таким образом он передается с достаточно тяжелыми частицами он опускается вниз и и конечно же конечно же мы не можем допустить чтобы кто-нибудь заболел поэтому вот на сегодняшний день 5 человек в нижнем зале и 10 человек могут находиться в верхнем зале обязательно условия и внизу и вверху полтора метра на человека это обязательно норма если вы входите в более близкий контракт это есть неправильно нарушение и я очень ожидаю от вас дорогие предприниматели forever что вы будете лидерами в этом плане и я буду сам обязательно говорить каждый раз наши сотрудники должны это говорить я прошу вас говорите вы друг другу говорите чтобы мы всегда находились масках это обязательное условие по поводу расписания проведения мероприятий верхнем зале она традиционно так как у нас было в предыдущем офисе она в принципе она так и остается потому что у нас есть примерно правильное количество дней которые распределены между лидерами она сложила ситуация мы можем ее пересматривать если будет тогда основание но мы должны это делать соответствии с какими-то правилами у нас пять дней в неделю и мы наиболее востребованное время уже как бы отдали нашим лидерам и они уже группируются но важно то что все мероприятия которые проходят в офисе они являются открытыми для всех но открытыми для всех громко сказано если можно 10 человек и один спикер вот 11 человек верхнем зале как она может быть открытым для всех а должно быть открыто следующим образом мы ближайшее время должны сделать всю трансляцию которая будет проходить в зале по умолчанию она будет транслироваться в интернете и она будет передаваться также на первый этаж с возможностью транслировать на плазму которая там будет висеть и это же трансляция она будет проходить в интернете поэтому если вы знаете что по расписанию наши лидеры какой-то из лидера проводит мероприятие в 7 часов вечера 8 часов вечера там время которое у нас будет обязательно регламентирована и отражено в этом расписании вы можете зайти просто на по определенной ссылке и вы попадаете сразу же вот тот зал то есть есть ощущение зала есть ощущение даже микрофона где спикер может говорить есть люди которые там находятся их мало пока там 10 человек но тем не менее вы являетесь участником этого мероприятия поэтому мы сейчас сейчас сложно понять где грань между онлайн и оффлайн и вы должны понимать что кто-то кто участвует или кто приближен или кто может внести какой-то свой вклад в эту презентацию они приходят все остальные мы просто настоятельно просим берегите себя берегите своих близких берегите своих партнеров оставайтесь договаривайтесь выходите в интернет и это будет проходить именно в таком формате то есть у нас есть зал есть презентация где можно сделать есть проектор где можно показывать презентацию есть будет камера которая будет все транслировать транслировать на на какой-то ресурс, возможно, это будет YouTube, может, это будет какой-то другой ресурс, мне сейчас сложно сказать, мне нужно подсказать специалистам, но мы все сделали, чтобы заложить эти возможности инновационные, то есть заложили капель для того, чтобы у нас все состоялось. Поэтому вот в таком формате мы будем проводить все мероприятия, они будут открыты для всех, у нас не будет закрытых мероприятий в офисе, но если кто-то хочет провести закрытое мероприятие, то надо тогда брать отдельную комнату, то это, в принципе, не связано никак с компанией, сами лидеры могут организовывать такие встречи. Вот так это будет происходить в идеале, и это наша цель. Итак, важные изменения политики компании. Кто из вас слышал, не, давайте так, кто из вас не слышал еще об изменениях политики, может, что-то, кто слышал о том, что такие цифры 5-25, уже больше не 15-15, а 5-25, слышал кто-то. Кто еще не знает, поставьте просто минусики или там, не знаю, или наоборот, какой-то там значок, не знаю, мне интересно. Но вы знаете, что в Америке уже давно ввели новую политику, и она очень-очень популярна. Популярна, потому что она позволяет, во-первых, тем, кто хочет нижней линии достучаться до спонсора, и как бы спонсор получает доступ к тем людям, кому он раньше не имел. Если кто-то не строит бизнес, то есть определенный срок 36 месяцев, и после этого человек может покупать продукцию, сейчас мы в деталях поговорим, но нижняя линия уходит вышестоящему спонсору, который совершает покупки. Итак, давно мы грели. Кто-то говорил раньше, там планировали, что будем сокращать, будем удалять из системы, никто никого не будет удалять. Мы знаем, насколько важны лидерства и прочее. То есть выглядит так, что через 36 месяцев каждый предприниматель forever, который не покупал продукцию, то есть не сделал никаких движений для того, чтобы строить бизнес или покупать продукцию, он архивируется. То есть архивируется – это значит, что он остается в том же статусе, в котором у него остается та же скидка, и у него остается все то же самое, только его структура переходит к следующему вышестоящему спонсору. Вот такие вот правила. Поэтому если человек не хочет, чтобы его структура перешла к вышестоящему спонсору, он должен как минимум купить продукцию. Ну вот такая вот ситуация. Это сводится с 1 ноября 2020 года, и этот шаг позволит тем, кто действительно занимается построением бизнеса, получить доступ к вышестоящему лидеру и спонсору, который поможет ему достичь успеха. Поскольку мы знаем, что каждый уровень, достигнутый в маркетинг-плане, это результат тяжелой работы самоотверженности, заархивированные предприниматели Forever сохраняют свой уровень в маркетинговом плане, даже при потере нежестоящей структуры. Поэтому если кто-нибудь вспомнит, что есть замечательные продукты, что есть что-то, что раньше помогало или давало пользу, или просто было приятно, он просто приходит и покупает, ничего не теряет. То есть доступ к продукции остается, обороты также будут учитываться и для этого человека, и для его верхней линии. И если он захочет после этого строить бизнес, он может его строить. Единственное, что если вот за этот период, например, он посчитает нужным быть переспонсированным, то в этом случае, конечно же, он теряет свой статус, он должен начинать с нуля. Если он будет строить бизнес в том месте, где он находился, вот в этом заархивированном виде, то он может продолжать его строить без всяких ограничений. Но с новой структурой он должен, в общем-то, создавать себе новых партнеров. Вот то же самое. Да, он теряет структуру, но сохраняет свой статус, персональную скидку и возможность спонсировать. Ну вот вопросы-ответы еще раз на всякий случай. Что такое 36-месячная политика? Это политика архивирует всех предпринимателей Forever, которые не совершали никакие покупки в течение последних 36 месяцев. В результате вся нижестоящая структура такого предпринимателя Forever будет перемещена к вышестоящему спонсору. Где я могу найти последнюю версию политики компании? На нашем сайте, ну, можем сказать, старом сайте, вот forever.living.com.ua в разделе 4.05. Существуют ли специальные требования к предпринимателю Forever на следующему нижестоящую структуру в результате 36-месячной политики? Нет. Следующий вышестоящий предприниматель Forever получит структуру независимо от статуса в маркетинговом плане или выполнения активности. Тем не менее, они также должны будут соблюдать политику в отношении 36-месяцев. Если они также не размещали заказ в течение 36-месяцев, они будут заархивированы, а их нижестоящая структура перемещена к следующему вышестоящему спонсору. Я думаю, что это понятно. 36 месяцев неактивности, и структура уходит наверх. Когда вступит эта политика? С 1 ноября 2020 года. То есть в этот день все предприниматели Forever, которые не совершали покупок в течение 36-месяцев, они перейдут, их структуры перейдут наверх. Будут ли менеджеры унаследованы? Если в утраченной нижестоящей структуре есть менеджеры первой генерации, то эти менеджеры будут считаться унаследованными менеджерами для их нового спонсора. Что это значит унаследован? Это значит, что они не участвуют в квалификации. Для того, чтобы этот менеджер в первой линии, которая уже станет, учитывался в квалификации, ему надо переквалифицироваться, ему надо заново сделать квалификацию. Если предприниматель Forever не активен в течение 36-ти месяцев, удаляются ли они из системы? Нет. Если он архивируется в результате политики, единственным изменением будет потеря его нижестоящей структуры. Все другие преимущества, согласно уровню маркетингового плана, включая скидки, возможное спонсирование, останутся неизменными. Потеряет ли предприниматель Forever статус по маркетинговому плану или скидку по 36-месячной политике? Нет, не потеряет. Уровень маркетингового плана и скидки будет сохранены. И он может начинать строить бизнес дальше. Может ли такой человек спонсировать в будущем? Да, может. В любое время спонсировать новых и строить бизнес. Нужно ли заархивированный предприниматель Forever принимать какие-нибудь шаги для повторной активации и для того, чтобы строить бизнес? Заархивированный предприниматель Forever может начать строить бизнес в любое время, используя свой существующий ID-номер, без необходимости принимать какие-либо дополнительные шаги. То есть ничего делать не надо, говорить компании не надо, он приходит, покупает или спонсирует людей. Может ли он переспонсироваться? Может переспонсироваться под нового вышестоящего спонсора, соблюдая все условия, требования, политики переспонсирования. Вы это знаете, мы об этом уже сегодня говорили. Будет ли сделано какое-либо предупреждение предпринимателю Forever, бездействующему 36 месяцев? Нет. Любой предприниматель Forever, который не совершил покупку в течение 36 месяцев, будет заархивирован и лишится своей нежестоящей структуры без предварительного уведомления. Как будут уведомлены предприниматели Forever при унаследовании нежестоящих предпринимателей Forever? Это не изменится и будет работать так же, как сегодня, для стран, в которых нежестоящие предприниматели Forever унаследуются в связи с терминацией или по другой причине. Появятся ли унаследованные предприниматели Forever сразу в отчетах FLP-360 и бэк-офисах? Это будет варьироваться в зависимости от страны и будет работать так же, как и сегодня, для стран, в которых нежестоящие структуры унаследуются в связи с терминацией или по другой причине. То есть это будет видно, вопрос только, это будет видно в начале месяца или сразу это мы увидим по опыту, как это будет происходить. То есть пока это не произойдет, мы вам точно не скажем, когда мы это будем видеть. То есть, наверное, наверное, сразу же после изменения. То есть с начала месяца, я думаю, что украинские предприниматели, они переходят на уровень и они будут видны во всех программах. Когда политика вступает в силу еще раз? 1 ноября 2020 года. Что происходит с дополнительными 10% которых раньше были частью скидки для привилегированных клиентов, новых покупателей? 10%, которые раньше были частью скидки привилегированного клиента, нового покупателя, переходят к предпринимателю Forever, который зарегистрировал данного привилегированного клиента. Цель этой политики – помочь предпринимателю Forever заработать больше, особенно на ранних этапах построения бизнеса. Где в политике могу найти эту информацию? В разделе 3. Политики компании. Но мы еще подробнее посмотрим. У нас будет презентация. Это мы говорим о политике. У нас есть о чем поговорить более подробно. Смогут ли привилегированные клиенты, новые покупатели в настоящее время получать скидку 15%? Нет, не могут. Они будут получать вместо 15% будут переведены на скидку 5%, как только изменения вступят в силу. Они могут квалифицироваться до этого времени на уровень ассистента-супервайзера и получить 30% постоянную скидку. Для этого им необходимо выполнить две кредитные коробки до 1 ноября 2020 года, то есть за сентябрь-октябрь. Вот такие вот условия. Если они это сделают, то они будут иметь эту скидку. Как предприниматели Forever могут подготовить своих привилегированных клиентов, новых покупателей к такому изменению в скидке? Предприниматели Forever получат сообщение о дате начала действия политики как минимум за месяц до вступления политики в силу. Мы вам уже сообщаем, мы сообщаем уже больше, чем за месяц, но мы начинаем эту коммуникацию. В течение этого времени мы рекомендуем всем владельцам бизнеса Forever помочь своим привилегированным нижним клиентам понять, что меняется. Поощряйте клиентов перейти на уровень ассистента-супервайзера и, соответственно, оптовую цену для увеличения своей скидки до того, как изменения вступят в силу. Ну, я думаю, что это имеет смысл, то есть они это могут сделать в течение месяца даже более, если считать сегодняшний день. Они имеют 15-процентную скидку уже больше, чем месяц и могут квалифицироваться за это время. Все новые люди с 1 ноября, которые будут подключаться, они будут покупать по цене минус 15% а минус 5%. Если новый покупатель будет переведен на 5-процентную скидку, сможет ли он в дальнейшем стать предпринимателем ФРЭЛ? Конечно, этот процесс будет таким же, как и раньше. Им нужно будет выполнить 2 кредитные коробки за 2 месяца подряд, чтобы стать ассистентом-супервайзером. Но купит он уже не со скидкой 15%, а со скидкой 5%. Поэтому все на дело своевременно. И сейчас у нас есть, у вас есть большое количество партнеров, которые вы можете проинформировать, есть достаточно времени. Более того, есть хорошая мотивация понять, что именно сейчас надо стать ассистентом-супервайзером по более низкой цене. Ну вот и все. По большому счету те, кто не воспользуются, они как бы, ну и не сильно им очень надо. Это все. Как изменится мой доход в результате этого изменения политики? Согласно предыдущей политике ассистент-супервайзер получает 15% новый покупательский доход, здесь так написано, ну обычная скидка, и 5% новый покупательский бонус. Супервайзер получает 15% нового покупательского дохода, 8% покупательского давайте мы это посмотрим потом на примерах, то есть в новой политике, как будет. Ассистент-супервайзера получает 25% от нового покупательского дохода и 5% новый покупательский бонус. Супервайзер получает 25% от нового покупательского дохода и 8% нового покупательского бонуса. Ассистент менеджер получает 25% нового покупательского дохода и 13% нового покупательского бизнеса. Менеджер получает, соответственно, 25% нового покупательского дохода и 18%. То есть то же самое, что и в маркетинг-плане, я бы хотел, чтобы мы лучше потом посмотрели это на диаграммах и немножко в другом, более располагающем виде, чтобы понимать, о чем мы говорим. Наглядно. Дополнительная возможность для привилерованных клиентов. А. То есть у нас с 1 ноября будет специальный тач. У нас сейчас тоже есть вот эти наборы, которые позволяют быстрее квалифицироваться. У нас есть эти наборы уже сейчас, но с 1 ноября, мы предполагаем, у нас будет новый набор, который будет стоить так, как стоят примерно полторы кредитные коробки, но он будет давать объем для квалификации и для всего, как две кредитные коробки. То есть это будет плюс для наших предпринимателей Forever, потому что объем и сохраняется. Единственное, что бонусы будут выплачиваться вот за эти полторы коробки, как за полторы, а не как две. В системе он засчитывается, как две кредитные коробки, и каждый человек может иметь всегда облегченный вариант для того, чтобы начать бизнес и быстрее квалифицироваться. Скажу еще один важный момент, тот набор, который будет. Это будет набор, который будет состоять из самых ходовых наших продуктов. У нас уже есть проект этого набора, Оксана пишет, что здесь есть, что у нас будет в презентации, наверное. Но в отличие от того, что раньше мы создавали, учитывали мнение лидеров, мы говорили о том, что вы хотите. Вы знаете, часто очень было разное мнение. Кто-то говорит, я хочу C9, чтобы был в наборе. Я хочу C9 и F15, кто говорит, я не хочу, я хочу просто сок алоэ, и обязательно, чтобы была косметика, и все наборы, чтобы это было как можно больше. Более того, я хочу, чтобы попробовали какие-то редкие продукты. Короче, сколько людей, столько мнений. На сегодняшний день будет единый стандартный набор, который будет очень похож во всех странах. Возможно, он будет немножко отличаться из-за ассортимента, но это будут самые ходовые продукты, которые у нас есть. И это будет основным критерием для выбора именно стартов. То есть то, что наибольшим спросом пользуется, то, что каждому хочется, ну вот так, средневзвешенно съесть или продать, или подарить, то вот эти вот продукты будут входить в этот набор. И он заменит все существующие стандартные стартовые наборы, которые есть сейчас. Политика ускорения. Политика вступает с 1 ноября 2020 года. Как только эта политика ускорения вступит в силу, ассистенты-супервайзеры должны выполнять условия активности, чтобы получить 5% персонального бонуса. Вот такая информация. Если раньше бонус был автоматический, то сейчас вот 35% не будет. Будет 30%, и мы это посмотрим на наши диаграммы потом, которые у нас есть, и презентации. Какую пользу эта новая политика принесет предпринимателю ФРЛ? Эта политика представляет преимущество выполнения активности 4 кредитной коробки на самом раннем этапе построения бизнеса. Будучи активным, предприниматель ФР может получить 5% персонального бонуса от розничных и личных покупок. Это также дает вышестоящим спонсорам мощный инструмент, который помогает новым членам команды понять силу активности 4 кредитной коробки. Ну вот, вот так вот. Где я могу найти это в политике компании разделы 401 и 403? Скидка 35% для ассистента супервайзера была заменена скидкой 30% плюс 5% бонусом ускорения, который выплачивается только в том случае, если ассистент супервайзера выполняет активно 4 кредитной коробки в этом месяце. Если он не выполняет, то он получает скидку 30% сразу во время совершения покупки, а если он будет активным, он получает еще 5% дополнительно как бонус ускорения до 15-го числа следующего месяца. Если он не делает, эти 5% уходят, соответственно, ближайшему ассистенту супервайзеру или дистрибьютору, который делает активность. Также 5% новый покупательский бонус от новых покупателей для ассистента супервайзера будет заменен на 5% бонус ускорения, который выплачивается, если ассистент супервайзера выполняет в этом месяце условия активности 4 кредитной коробки. То есть для того, чтобы получать все бонусы, надо делать 4 кредитной коробки. Но у ассистента супервайзера уже будет не 15, а 25%. Поэтому тут не пугайтесь и как бы мы это увидим. В соответствии с новой политикой ускорения ассистент супервайзер должны быть активными в данный месяц для получения 5% бонуса ускорения. Ну вот, то есть активный ассистент супервайзер зарабатывает больше, если они являются активными, 5% бонуса ускорения будут выплачиваться вышестоящим спонсорам. Нет, надо иметь активность, видите текст, значит, смогут ли неактивные ассистент супервайзеры получать скидку 5%? Не смогут. Когда будет выплачиваться персональный бонус за личные покупки, покупки привилегированных клиентов и розничной продажи будут выплачиваться сразу после закрытия текущего месяца. То есть так же, как сейчас, это будет либо в качестве бонуса, либо это будет в качестве скидки. Будет ли неактивный ассистент супервайзера прежним получать новый покупательский доход от привилегированных клиентов? Да, ассистент супервайзера, который не является активным, все равно получает весь новый покупательский доход от привилегированных клиентов и розничных покупателей. Скидка 30% и прибыль, которую они получают от продажи по розничным ценам, не пострадает. Только личный бонус в размере 5% будет передан следующему активному предпринимателю Forever. Итак, смотрим. Ну вот есть такие вопросы. Эта презентация для вас, она будет доступна. Запуск привилегированных клиентов, включая скидку новых привилегированных клиентов, доход предпринимать привилегированных клиентов. Итак, мы сравним, как было и как будет, чтобы еще раз более наглядно было. Ну вот такие есть вопросы, то есть те вопросы, которые вас наталкивают на стереотип или на понимание того, что хорошо, что плохо. Помогает ли скидка 15% привлекать потребителей? Помогает ли скидка 15% привлекать предпринимателей Forever? Уменьшит ли 5% скидка интерес потребителей к покупке и уменьшит ли 5% скидка количества привлекаемых предпринимателей Forever? Наоборот, будет ли 25% на розничная прибыль стимулировать спонсирование? Будет ли 25% на розничная прибыль стимулировать розничную торговлю? Кто больше всего нуждается в поддержке? Предприниматель Forever или потребитель? Вот такие вопросы, которые ставились, которые были, ну вот, очень важными для того, чтобы принять решение. И в результате ответов на эти вопросы многих людей, умных достаточно людей, которые анализировали, что происходит не в одной отдельной взятой стране, а везде, было принято решение, что эта политика будет очень способствовать росту бизнеса. Итак, 15%, которые были для новых покупателей, меняется на 5%, а 25% будет идти, соответственно, вышестоящему спонсору. То, что 30% шло ассистенту-супервайзера сразу, как только он квалифицировался, 15% сразу новому покупателю. Сейчас меняется на 5%, ну и, соответственно, 25% из 30% идет спонсору наверх. Слева видите то, что сейчас, справа видите то, что будет. Итак, если спонсор спонсирует предпринимателя, привилегированного клиента, то, соответственно, получает 15% из скидки, получает новый человек и 15% получает спонсор. По новым правилам люди, когда явно подключается к бизнесу, покупают, они имеют 5% скидку и спонсор получает 25% от продаж. Но, чтобы мы понимали, вот снизу там просто информация для справки. Если сейчас там доход при покупке двух кредитных коробок от нового предпринимателя составлял 63 доллара 45 центов, то он будет составлять на сегодняшний день уже не 63, а 105.75. То есть только вот эта часть бонуса, она составляет вот такую вот сумму. Соответственно, ну на примере C9, это будет, сейчас это 16 долларов, будет это 28 долларов. То есть, если стартовый набор, две кредитные коробки, это 423 доллара в розничных ценах, то вы видите, соответственно, что 25% это составляет именно 105 долларов 75 центов. Ну, условно, в УЕ они уходят спонсору нового человека в качестве 25% скидки. Запуск политики ускорения для ассистентов-супервайзера. Цель – вознаградить активность в начале работы. Ну, давайте посмотрим такой пример. Есть у нас ассистент-супервайзера, который сейчас ничего не получается. У него есть другие ассистенты-супервайзеры, которые получают, соответственно, 15% от новичка, который приходит, и 5% персональной скидки. То спонсор-спонсор ассистент-супервайзера с этих продаж не получает ничего. ему не надо быть активным для получения персональной скидки бонуса ему надо а как будет значит для того чтобы в будущем получать персональный бонус 5 процентов ему необходимо выполнять активно 4 кредитной коробки иначе он переходит следующему активному вышестоящему спонсору если спонсора не выполняет активность и спонсор спонсора не выполняет активность а только третьих планет активность именно к этому третьему человеку этот бонус уйдет и так новые правила смотрите если ассистент супервайзер активный спонсирует трех других ассистентов супервайзера и где в свою очередь получают скидку от предпринимателя который становится привилегированным клиентом то есть человека не вне предпринимателя еще он становится просто привилегированным клиентом то случае если ассистент супервайзера является активным то он получает во первых с двух кредитных коробках получает 105 долларов в качестве 25 процентного дохода а мы рассматриваем сейчас вот примеру ну на две кредитные коробки доход а его пятипроцентный бонус из-за того что он выполняет активность в этом месяце составляет 21 доллар если он эту активность не делает то этот бонус который доход 25 процентов у него остается 105 долларов 70 процентов а этот бонус 5 процентный 21 доллар он уходит его вышестоящему спонсору который делает активность вот простая модель я думаю что это понятно и наглядно и так если другой пример новых правилах если ассистент супервайзера получает бонус от 4 людей которые не делают активность то этот бонус составляет уже 84 доллара 60 центов то есть четыре раза по 5 процентов по 21 это тоже понятно сейчас две кредитные коробки то есть на сегодняшний день этот бонус остается у ассистента супервайзера но если этот бонус например у двух людей которые не делают активность они не делают активность то соответственно вот этот бонус от двух людей переходит в стоящего спонсора то есть раньше был 15 процентов доход был 15 процентов составлял 63 доллара при новых условиях он составляет пять процентов для нижнего человека соответственно 5 процентов 21 доллар а не 15 63 при покупке но но и спонсора стен супервайзера получает уже в этом случае доход 105 долларов в отличие от того как было было 63 доллара это на примере двух кредитных коробок то есть оборот розничный который составляет 423 долларов вот такая разница то есть спонсор зарабатывает больше и мотивация в него значительно больше клиент который приходит начинает покупать у него стартовая цена получается на 10 процентов условно выше чем чем она чем она есть сейчас и так ну вот в случае менеджера сейчас две кредитные коробки то есть инсупервайзер делает то же самое то есть если эти 5 процентный бонус уходит менеджеру то у него получается он зарабатывает 21 доллар 15 центов ну вот это 5 процентный бонус от ассистента супервайзера который не выполнил активности вот справа не делает активность соответственно слева делает остается бонус у него справа не делает и этот бонус уходит первому человеку данном случае уходит менеджер поэтому вы понимаете что вы спонсируете людей мотивируете если не активность не делаете вы получаете преимущество вот от этих дополнительных бонусов ну вот смотрите как было было новый человек 15 процентная скидка есть еще стартовый бонус новичка то есть ассистент супервайзера получал 35 процентов скидки что в данном случае 20 процентов а это это дополнительная скидка то есть сверх вот этих вот 15 процентов которые осталось еще 20 процентов это его ну можно называть стартовый бонус новичка или как угодно то есть если если супервайзер спонсирует ассистента супервайзера и соответственно он делает объемы с его объемом получают бонус за объемы так называемая бонус составляет 3 процента то что дает в общей сложности бонус 38 процентов у ассистента менеджера соответственно 43 процента у менеджера общий бонус составляет 48 процентов от объема соответственно получает ну на примере менеджера получает на сегодня 5 процентов с объемов ассистента менеджера 10 процентов с объемов супервайзеры 13 процентов с объема С объема ассистента супервайзера. Вот, это так было. Как будет? Смотрите, то есть предприниматель, который подключается только клиент, наверное, привилегированный клиент, вот он получает 5% при старте. И, соответственно, 25%, которые остаются до оптовой цены, они идут первому же ассистенту супервайзера, который сделал квалификацию над ним. Соответственно, если он делает дополнительную активность, то вот эти 5% остаются у него, и у него получается оборот от розничной цены, вот клиента, который покупает по розничной цене, у него получается 30%. У ассистента супервайзера это еще выгоднее условие, потому что у него уже получается дополнительный 5% в случае активности. А, значит, это был без активности, 30%, 25% плюс 5%. В случае, если ассистент супервайзера делает активность, он получает еще вот этот вот бонус 5% от тех продаж и от тех бонусов, которые не получил ассистент супервайзера. То есть бонус за объем. В целом у него получается до 35% доходят скидки. Соответственно, стартовый бонус новичка вот для ассистента супервайзера, если вся активность остается у него, составляет 30%. Для супервайзера в случае активности стартовый бонус новичка составляет 33%, для ассистента менеджера 38% и для менеджера он составляет 43%. С учетом скидки на прибыль, это получается 48%, 43% для ассистента менеджера, 38% для супервайзера, 35% для ассистента супервайзера. То есть еще дополнительные 5% в случае выполнения активности. Вот сравнение было-стало. Вы видите, на правой диаграмме еще раз мы говорим, что вот кто-то подключается, приобретенный клиент, 25% ведет непосредственно ассистенту супервайзера даже без активности. Если он активность не делает, 5% с этих продаж идут первому же активному. Справа, если ассистент супервайзера делает активность, от него другому ассистенту супервайзера ничего не переходит, поскольку он делает активность. А если активный предприниматель, ассистент супервайзера, предприниматель forever делает продажи с помощью привилегированного клиента, то он получает 30%, 25% плюс 5% дополнительного бонуса, получает уже 30% от оборота новичка. Вот еще такой пример один есть, ассистент супервайзера. Представьте, что вот оборот есть, 3 кредитные коробки, по одной кредитной коробке делает ассистент супервайзера, и ассистент супервайзер, при этом его спонсор, он активный. Да, вот что он получает, то его бонус составит 31 доллар 73 цента, это как 5% от оборота каждого из них. Ну, это понятно. 31 доллар. В случае, если мы говорим об обороте, к примеру, 10 кредитных коробок, посмотрите, если два человека с ассистент супервайзера делают две кредитные коробки, два по три, то в прошлом был бонус 0, а сейчас бонус просто, только бонус, этот 5% он будет составлять 105 долларов. Это серьезная мотивация для людей делать активность, привлекать новых людей, заниматься бизнесом. Я думаю, что это должно дать очень мощную мотивацию к построению бизнеса. Еще один пример для супервайзера. Если был супервайзер, в прошлом, ну вот мы говорили, да, что его структура делает вот так, как здесь расписано, 10 кредитных коробок. Один, три, второй, три, все остальные супервайзеры, еще два по два. Да, 10 кредитных коробок, то бонус был 63 доллара, а станет он 169 долларов, что составляет не только 5%, но еще плюс 3%. Если это 15%, мы сравниваем предыдущий бонус у супервайзера, был 95, стал 253. Это если его партнеры делают одну, две или три кредитные коробки. Вот все основные, в общем-то, положения, которые я хотел бы рассказать. Я сейчас попробую ответить на вопросы. Может быть, Оксана уже ответила, большинство из них. Информация о стартом наборе будет. Мы только знаем, что этот набор будет в самых ходовых продуктах, и он уже у нас почти утвержден, но мы его пока не озвучиваем. Калинюк, во время действия каротина, не будет ли задержки поставок по заказам, потому что и сейчас мы чувствуем сбои в поставках. Знаете, я не могу сказать, у нас мы очень рассчитываем, что основные наши продукты у нас не будет перебоев, но они возможны, потому что сейчас в условиях пандемии всего мир работает несколько с другими сдвигом. Я, например, вот сейчас для того, чтобы заказать шкаф в офис, если раньше это занимало, наверное, 2-3 недели, то сейчас мы говорим с большой крупной фирмой Merck. Они делают для нас шкаф под лестницей, мы хотим его сделать красивый для того, чтобы там не было никаких, не дай бог, тряпок, швабры и всего остального, чтобы это был идеальный офис, красивый. Так вот, вот это занимает сейчас 2 месяца, то есть мы только сегодня не подтвердили, не могли долго подтвердить срок, 40 рабочих дней или 2 месяца. Также мы сделали шкаф на втором этаже, вот даже такие простые вещи занимают, ну, какое-то странное количество времени. Что будет с поставками? Я могу сказать только то, что Forever Direct и наша компания, она делает все возможное, чтобы этого не было. Будут ли они эти перебои? Ну, наверное, в каких-то случаях будет, но мы должны понимать, что основная продукция у нас есть, что-то может где-то задерживаться. Наверное, будет, говоря, ну, просто по опыту скажу так, но это не будет каким-то образом влиять на возможности бизнеса. Если не будет какого-то продукта в стартовом наборе, мы, конечно же, его заменим, но стартовый набор становится очень важным в том плане, чтобы к нему будет повышенное внимание, в том плане, что мы будем завозить большее количество там товарного запаса, там не на 2-3 месяца, а на 3-4, то есть будет 1-2 дополнительных месяца, чтобы у нас была гарантия того, что мы имеем все необходимые продукты для, ну, для старта, для бизнеса, для того, чтобы наши партнеры могли квалифицироваться. Если там один товар в этом месте есть, другой нет, который не представляет там какого-то стратегического значения, ну, ну, такое, наверное, может случиться. Так, по поставкам, ну, мы уже говорили. Заказы у меня пришли через 5 дней, было что связано с нами, я говорю, Юрий, все было справлено, сейчас все нормально. Надежда, я благодарю, что все нормально, если есть какой-то вопрос остался, мы можем его решить. Напишите, пожалуйста, номера заказа Оксана, да. Если надо просто жах, куда поделать стабильность, доброта, чуйность, поваги, майя? Я не знаю, о чем вы говорите. Стабильность, доброта, чуйность, повага. Все будут покупать по оптовой цене, а личные бонусы пойдут в плюс к групповым. Все будут покупать по оптовой цене, нет, все будут покупать, все будут покупать по, ну, новички не будут покупать по оптовой цене, все, кто квалифицировался с уровня ассистента супервайзера, будут покупать по оптовой цене. Да, личные бонусы пойдут плюс групповым. Да. Отличные изменения, вознаграждения от спонсирования новых партнеров увеличиваются на всех уровнях 10%. Ну, не знаю, 10 не 10, мы приводили примеры, насколько оно увеличивается, Володя, ну, может на 10. То есть мне кажется, что это даже больше, наверное, будет, чем 10%, но это надо смотреть от структуры. Марианна, все будут добры, змины завжды были будут. Вы знаете, насчет изменений, друзья, настолько последний год принес массу изменений, и, вы знаете, можно говорить негативно об изменениях. Конечно же, мне тоже не все нравится, но мы должны адаптироваться к тому, что есть, потому что у нас нет выбора, потому что мир меняется. Меняется мир, меняются условия работы, и хотим мы этого или нет, может быть, мы меняемся тоже, потому что мы становимся старше с каждым годом, и, знаете, это не очень хорошая тенденция, потому что, когда мы становимся старше, мы воспринимаем мир как нечто хуже, чем было вчера. Вот когда мы были молодыми, было все лучше, была трава другая, музыка была другая, воздух был другой, люди были другие, не было мобильных телефонов, мы очень часто говорим об этом. А молодые люди, которые рождаются, для которых это все сейчас, сегодня хорошо, они радуются, они счастливы даже вот в этих условиях. Поэтому мы должны делать скидку какую-то на наше восприятие, и мы должны понимать, что мы должны просто для того, чтобы быть счастливыми, мы должны принять эти изменения, научиться в них разбираться, плавать вот в этой воде, которая есть сейчас. И выбора у нас с вами просто нет. Поэтому впереди будет только лучше. Это не только у нас в компании изменения, это изменения везде, постоянно. И слава богу, что у нас есть наш бизнес, потому что он дает и сотрудникам, и нашим предпринимателям Forever стабильность и уверенность в завтрашние дни. Если бы не этот бизнес, то, наверное, людям было бы очень трудно. Кто этого не понимает, они сейчас, может быть, ищут работу где-то. Ну вот то, что не происходит у нас с вами. Поэтому это хорошо. Оксана комментирует, касается, да, они будут иметь скидку 30% оптами розницы, 5% получают от личных покупок и 5% покупок новых покупателей в выполнении активности. Да, мы об этом говорили. Оксана еще раз приводит объяснение, наверное, на вопрос отвечает. Майя Рагимова, вы о клиентах. А что, Майя, вы говорите о клиентах. Я думаю, что вы имеете в виду, что клиенты получали 15%, а будут получать 5%. Это одно, пожалуй, там, может быть, одно из двух негативных факторов, которые присутствуют. Но есть еще позитивный фактор от того, что клиенты сейчас, они могут стать ассистемным супервайзером и иметь эту возможность, более того, еще большую скидку, чем у них была. Значит, клиентам есть мотивация сразу стать как можно быстрее ассистемным супервайзером, чтобы иметь те же даже большие преимущества, чем они были. Но при этом он заплатит несколько дороже. То есть действительно на 10% у него цена покупательная будет больше. Так ли это критично, вот сейчас, вот эти 10% в цене товара для нового человека, который ничего не знает. Если он уже знал, например, раньше, да, вот человек покупал по 15% скидке и через полтора месяца условно он будет покупать уже с 5% скидкой. Но он может сейчас сделать маленькое усилие и стать супервайзером. Для него это надо ему подсказать, помочь это сделать, более того, мотивировать и дать ему толчок для того, чтобы он это сделал. Повлияет на ваш оборот и на его дополнительные преимущества в будущем. Если человек приходит новый и он начинает просто покупать, то эти 10% наверное не сильно скажут. Я вам, ну это мое мнение, для кого-то может быть это и будет какой-то серьезный аргумент, может у кого-то это именно самые последние деньги, абсолютно самые последние деньги, но самых последних денег не бывает, потому что когда они есть, они вот коронавирус заберет все, да, надо идти в аптеку, купить лекарства. Поэтому я думаю, что вот это ажиотаж и попытка вот сказать, что это проблема будет. Мне кажется, что преимуществ от введения нового маркетинг-плана и новой политики, наверное, будет больше. Я в это очень верю, но практика покажет. Майя, я думаю, что это именно тот был момент, который вы хотели озвучить. Для тех, кто занимается бизнесом, положительные изменения, да, я поддерживаю Оксану, это увеличит бонусы работающих предпринимателей Forever, а также позволит новичкам, ассистентам-супервайзера получать деньги, которые раньше он не получал, ни при каких условиях, а теперь может получать. Тарас, я был уверен, что вам это точно понравится. Вот, и Елена, если новые предприниматели, да, новые предприниматели у нас называются сейчас привилегированные клиенты, да, если он будет брать набором, то ему будет намного легче, чем рост с 5%. Да, конечно, тем более, что набор будет стоить, набор будет стоить дешевле, он будет стоить как полторы кредитные коробки, но он может сразу квалифицироваться. Поэтому вот эти условия дадут сразу человеку возможность быстрее квалифицироваться и получить все эти преимущества, которые у него должны быть. Ну вот, в принципе, все, дорогие друзья. Можно, конечно, дискутировать, потому что все равно деньги откуда-то ушли куда-то, то есть маркетинг-план никто не отменил, сумму не отменил, но произошло некоторое распределение. Но в целом ожидание такое, и не только ожидание, но и практика показала, что во многих других странах, в частности в Америке и в Канаде, это супер популярно, это работает, это вызывает ажиотаж, это интересно. И большинство, по-моему, половина самой крупной страны не стартует уже не с 1 ноября, а с 1 октября сейчас. По-моему, Англия и Франция и Германия в том числе, они стартуют прямо сейчас. А мы через месяц тоже начинаем. Мы хотели подготовить наших партнеров к тому, чтобы был толчок, посыл, коммуникация всем существующим нашим партнерам, чтобы они, кстати, стали ассистентами супервайзера. И вот с этой 15% скидкой, которая у них есть, закрыли этот уровень. То есть мы не хотим, чтобы они вот не знали, не знали, все, потом раз, и у них вдруг изменилась цена. Они должны сделать маленькое усилие, купить себе продукцию, сделать садик сендами супервайзера, и у них не будет никаких отрицательных эмоций. Ну вот, наверное, все. А новички, они не поймут, как оно было, что было, как стало. То есть они будут работать в новых условиях и пользоваться преимуществом маркетинг-плана. Да. Благодарю тоже всех вас. Спасибо огромное. Мы надеемся, что мы как-то преодолеем наш коронавирус, который сейчас у Темки. Он хорошо выглядит, все нормально. А мы рассчитываем, что мы не заболеем, но завтра мы сдаем тест и посмотрим. Пока мы... Я не был, кстати, на открытии в пятницу в офисе. Мы устроили такой телемост. Я был как бы на экране там, мы общались с нашими партнерами, но я не мог пойти, потому что у меня не было 100% уверенности, что я здоров. Поэтому симптомов нет, но мы очень бережно относимся к нашим партнерам. Дорогие друзья, вам спасибо за внимание. Это был очень важный материал. И я думаю, что вот этот новый толчок даст новый рост нашему бизнесу. Смотрите, у нас есть офис, сердце мы к этому офису не привязаны сейчас физически, потому что это сердце есть, но оно работает на расстоянии, работает онлайн. Вы знаете, как это делать. Вы работаете в соцсетях, у вас есть возможность общения через многие программы, у вас есть такой замечательный инструмент, как FLP 360. У нас будет день успеха, который тоже происходит онлайн, и мы все больше и больше научимся им пользоваться как инструментом. Поэтому впереди у нас блестящее будущее. Хочу, чтобы все мы смотрели с оптимизмом на то, что есть, чтобы большинству точно предпринимателей Forever уже понравилась эта новая ситуация, когда они должны ездить физически, покупать билеты, куда-то ехать, бензин, время. Сейчас есть возможность объединяться в группы и делать это онлайн и по-новому. Поэтому все мы научимся. Кто еще это не делает, обязательно мы получим и новую информацию, как это делать, и навыки, и спонсоры помогут, и компания вам тоже поможет. Поэтому вам хорошего вечера, успешного завершения месяца сентября и относиться к нашим изменениям как к чему-то позитивному. Примите их с благодарностью. Ну, знаете, как, не знаю, в Библии. То есть все равно это интересно. Мы живем в такое интересное время, которое мы застали, не знаю, вот людям моего, наверное, возраста, а многие у нас еще старше, мы застали те вещи, мы видели все, как было там в 70-х, 80-х, помним хорошо. И вот сейчас мы вступаем в новую эпоху, которая летит, просто летит со скоростью, и мы должны успеть адаптироваться и соответствовать новым всем требованиям. Поэтому удачи вам, здоровья и всего доброго. Благодарю. Спасибо за внимание.